Олег Лесный, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот уже завтра в Перу пройдет саммит ОТЭС, где должна, как сказал Дмитрий, состояться встреча действующего президента США и лидера Китая. И по данным «Голоса Америки», Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином российскую войну против Украины и вероятное привлечение в нее северокорейских военных. Чего можно ожидать от этой встречи? Ну, дело в том, что мы должны посмотреть, в каком статусе будет общаться Байден, и от этого будут зависеть результаты. Он, при всем к нему уважении, это фигура речи, он хромая утка, и это знает уже в Вашингтоне, и знает это в Пекине. Поэтому это будет такая встреча, прощайная на самом деле, одного политика, фактически эпохи демилитаризации. С, ну, скажем, таким своим политическим прошлым, да, получается, или пока что на настоящее, но уже становится прошлым. И поэтому здесь на самом деле результатов ожидать, как по мне, ну, очень трудно, потому что, ну, допустим, что Байден озвучит кейсы, которые озвучил Салливан, как планы, да. Но Китай, он уже смотрит в сторону Трампа, он уже смотрит в сторону Новой Америки, потому что она будет другой, и она будет более агрессивной в отношении Китая. И Байден сейчас не может что-то сделать такое, чтобы повлияло на судьбу Китая. И точно так же он, к сожалению, не может сделать ничего такого, чтобы повлияло на судьбу севернокорейских военных в нашей войне. Поэтому это, как бы, чистая дипломатия и уже просто прощальный такой визит, который будет скорее, ну, такой, если не бутафорский, то он будет, ну, безрезультатный в отношении нашей войны и в отношениях Китая и Соединенных Штатов. Ну, как бы то ни было, да, пускай это хромая утка, но тем не менее, он продолжает обсуждения, переговоры, и вот лидеры Европейского Союза пытаются убедить Байдена предоставить Украине больше оружия и поддержки до прихода Трампа. Все-таки время еще есть, а также ввести еще санкции и дать разрешение на дальнобойные удары вглубь Российской Федерации. Блумберг об этом написал, мол, в Европе есть какое-то беспокойство, что будущее мирное соглашение, которое Трамп может предложить, будет невыгодным для Украины. Удастся ли убедить Байдена сделать какие-то шаги до конца каденции? Ну, знаете, если не удалось в те моменты, когда он был президентом и кандидатом на следующую каденцию, да, и, в принципе, диалог между Европой и ним шел постоянно, но вот эта вот диэскалация, которая должна была привести к каким-то результатам, она не дала ему возможности принять таких решений. Сейчас, казалось бы, у него нет ограничений, и он может принять такое решение, но может ли, хочет ли он это сделать, я сейчас не наблюдаю такой готовности. Единственный вариант, который я всегда рассматриваю, он, понятно, тоже скорее похожий на фантазию, но единственное разрешение, которое мы могли бы получить, то есть в единственном случае, если есть определенная договоренность между Трампом и Байденом, которая могла бы гипотетически, это сейчас я не говорю инсайты, это я говорю свои, скажем так, сценарии, как бы я хотел это видеть, и чтобы это было выгодно для Украины, что есть определенная договоренность, что, допустим, пускай Байден идет на этот шаг, этот шаг ложится в его копилку, как последняя такая жирная точка в политической карьере, но и дает возможность Трампу не делать этого шага, а воспользоваться его результатами. Если такая договоренность есть, то тогда мы увидим. Если такой договоренности нет, то, скорее всего, нет, не увидим. Разрешение имеется в виду в отношении ракетных ударов в глубину Российской Федерации. Но при этом администрация Байдена планирует направить запрос в Конгресс о новой помощи Украине на 2025 год. Вот учитывая, что прошлый пакет голосовали полгода, и что после выборов в обеих палатах Конгресса большинство у республиканцев, каковы шансы, что этот запрос будет проголосован? Некоторые сенаторы заявляют, что шанс все-таки есть. Шанс всегда есть. В любом случае. Выхода как минимум два всегда есть. Но давайте будем просто реалистами. Если тогда не получилось, то сейчас тоже вариант так себе, потому что приходит президент, извините, что опять повторяю хромая утка, и предлагает вот следующие действия. Нет, уже все смотрят в сторону Трампа. И опять же таки, тут может что-то произойти в позитивном направлении, если опять же таки есть определенные договоренности между президентами нынешним и избранным, что это нужно делать. Ну, гипотетически это может быть. Может, но на самом деле, скорее всего, это опять же таки сценарий. Поэтому я здесь тоже остаюсь пессимистом. Вряд ли это будет принято, тем более после того, когда это дает Байден на фоне того, что его партия и он, и кандидат достаточно, если говорить так, неполиткорректно, а с треском проиграли. Но, тем не менее, Европа опасается, так или иначе, прихода Трампа к власти. И вот Евросоюз впервые в своей истории одобрил совместную закупку оружия, в том числе и для Украины. И, в частности, планируют закупить ракеты, закупить боеприпасы различные. Всего пять проектов, каждый на 60 миллионов евро. Связано ли это только с тем, что Трамп пришел к власти или еще почему-то они решили так сделать? Ну, Трамп, он еще в начале своей избирательной кампании навел, извините за выражение, шороху, напугал Европу достаточно серьезно, и она проснулась и начала действовать, и начала думать о своей безопасности. Потому что сейчас Европа осознала уже окончательно, что может наступить такой момент, когда Трамп скажет, ну, давайте сами как-то разбирайтесь. А мы там стороне посмотрим, если вдруг нужно, мы поможем, но не сейчас. И Европа думает о своей безопасности. И украинский кейс – это очень важный момент, который, если он разрешится позитивно для Европы, он будет историей успеха. Если негативно, то эта большая война уже пойдет вглубь Европы. Потому что сейчас, я подчеркиваю, война идет в Европе. Нигде не будь на задворках, как хотят, там иногда пишут, что это локальный конфликт. Нет, уже даже Северная Корея туда вошла. Это уже даже больше, нежели на этом континенте происходит. Поэтому тут логично, что Запад, Европа делает серьезный шаг в сторону своей безопасности. А также, я думаю, что здесь есть один из элементов, который тоже очень важен. Он демонстрирует Трампу, что мы готовы брать на себя ответственность. Давайте как-то договоримся и будем вместе бороться с общими врагами. Может быть и такой шаг. Но в любом случае это полезно и для Европы, и для нас. Трамп накануне сделал заявление, что войну между Россией и Украиной нужно прекратить. И тут я процитирую. Война должна прекратиться. Россия и Украина должны остановиться. Неважно, солдаты это или люди, сидящие в городах. Мы с этим разберемся. А почему звучит, что и Украина должна остановиться? Ведь не мы начинали эту войну. Ну, это, я так думаю, фигура речи. Но, может быть, он считает, что дальше по Курщине мы тоже не должны идти. Тут очень трудно на самом деле интерпретировать. Тем более, наверное, там еще есть элементы перевода. Тут важное в том, что он эту задачу ставит себе как серьезную. И очень такой, знаете, и позитивный, и пугающий момент, что он ее ставит как первую. Или выходит так из событий, которые развиваются, что он думает, что она может быть для него успешной. Потому что дальше идут очень сложные. Например, решить проблему с Китаем, с мигрантами и так далее, и так далее. Это очень сложно. И на каком-то этапе это будет обществом восприниматься по-разному. А украинский кейс, ему кажется, что это сделать просто. Я считаю, что это большая ошибка. Потому что нельзя рассматривать украинский, китайский, иранский кейсы отдельно. Потому что это общий. И российский тоже. То есть это где мне затронь, оно касается один другого. Поэтому, ну, скажем так, будем ждать, что ему посоветуют и к чему он придет в январе. Но вот эта поспешность, она не вселяет надежды. Президент, кстати, на одной из пресс-конференций сказал, что если это будет быстро, то это будет, скажем так, не совсем хорошо для Украины. Мягко говоря. Да? Что это может быть за счет нас это сделано. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все-таки президент Соединенных Штатов посмотрел на вопрос более глобально, нежели на какой-то отдельный конфликт. Чтобы он посмотрел это с точки зрения и китайского противостояния Соединенными Штатами, российской помощи Северной Корее и так далее, и так далее, и так далее. И в таком, и Ближний Восток точно так же, он тоже подогревается Россией, в том числе там есть и китайские уши. То есть надо, чтобы взрослый взгляд был. Простые решения здесь не помогут. И даже если он их начнет, они все равно упрутся в то, что вопрос станет ребром и придется принимать сложные для него решения. И они будут растянуты во времени. Не получится тогда 4 часа решить проблему, которая уже горит более 10 лет. Еще одно заявление. Марко Рубио, кандидат Трампа в госсекретаре, заявил, что будет обеспечивать мир через силу. И что всегда будет ставить интересы Америки превыше всего. Как расценивать вот это заявление, что обеспечивать мир через силу? Это хорошая фраза. И она должна была вдохновлять. Но я бы был более оптимистичен, если бы я это услышал от Трампа. Потому что я сейчас могу сделать один вывод, который, я думаю, релевантный. Это то, что в первую свою каденцию Трамп показал, что ключевые решения принимает он. И я не думаю, что на фоне такой серьезной победы он поменяет свой психотип и будет делегировать какие-то глобальные решения своей команде. Так она будет на него влиять, конечно. Но я бы хотел это услышать от Трампа. Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтс заявил, что на встрече с республиканцами Трамп пообещал усадить Украину и Россию за стол переговоров. При этом о переговорах говорил и генсек НАТО Марк Рютта. Но в контексте того, что Украина сама должна решать, начинать ли эти переговоры. И делать это должна с позиции силы. Ну и поэтому НАТО должно и дальше предоставлять Украине военную помощь. Ну вот вроде бы оба заявления о переговорах, но немного с разными подходами. Не так ли? Ну конечно, потому что первое заявление это простые решения. А второе заявление это новый лидер НАТО, который достаточно серьезный политик, достаточно серьезный переговорщик и который достаточно серьезно понимает степень угрозы от Российской Федерации. При всем уважении к выбору американского народа в лице Трампа, я не считаю, что Трамп расценивает так же, как и Рютте, степень угрозы для себя со стороны Российской Федерации. Поэтому у них разная риторика. Но усадить за стол переговоров можно, но важно какой будет результат. Потому что нас усаживали в том или ином виде через посредников за стол переговоров неоднократно. Но если один из участников гипотетических переговоров никогда не придерживается принятых решений, и если не будет гарантий, которые нам должны дать не Россия, нам должны дать гарантию Соединенные Штаты, цивилизованный мир, вот эти переговоры гроша Ломанова не будут стоить, и даже той бумаги, на которой будет что-то написано. Давайте продолжим тему Трампа и НАТО. До выборов было много заявлений от республиканца и опасений по поводу будущего альянса. Но генсек НАТО Марк Рюты уверен, что новоизбранный американский президент, он понимает важность членства США в альянсе. Как думаете, откуда у Рюты такой оптимизм? Ну, наверное, он тоже смотрит не под ноги, а в том числе и в прошлое. Трамп и в первую свою каденцию, он использовал следующую схему. Он говорил НАТО, все, мы уходим, нам это не надо, совершенно не надо, и все. Смотрел на реакцию, потом возвращался и говорил, ну да, мы остаемся, но один, два, три, четыре, давайте это сделаем. И все. Поэтому Рюты как очень опытный переговорщик, который очень хорошо читает контрагента, мне, кстати, на него большие надежды, если он будет напрямую общаться с Трампом, он сможет интеллектом и умениями, может быть, не просто повлиять на позицию Трампа, а Трампа будет использовать те схемы, которые работают. Это он бизнесмен. Сначала испугал, потом послушал и выкатил свои предложения, на которые, как правило, уже эта сторона готова соглашаться. Ну, имеется в виду, как структура. ЕС работает над пакетом санкций, вот Bloomberg пишет, что они будут направлены, в том числе, против Теневого флота. Как думаете, когда ЕС сможет их проголосовать, и будут ли они действительно работать, потому что Теневой флот под санкциями, но все равно продолжает плавать под разными флагами? Ну, это, кстати, одна, скажем, из иголок Кащеевой смерти, имеется в виду товарища Путина. И здесь, насколько я видел информацию, которая курсируется в СМИ, то здесь хотят сделать более жесткие санкции. То есть уже не в отношении только кораблей, но и всех участников забега. Вплоть до бухгалтеров, которые там подписывают какие-то документы. И считается, что это достаточно, ну, как бы, действенный момент будет. С другой стороны, насколько я понимаю, там усиление контроля за этими кораблями с использованием супертехники, в том числе и дронов, для того, чтобы их ловить на горячем и с ними бороться. Я не совсем здесь есть специалистом, но мне кажется, что здесь нужна политическая воля, в том числе, наверное, и Соединенных Штатов, которые должны через свои источники, через свои возможности бороться с этим кейсом. Это очень серьезный удар по России. Это колоссальнейший удар, который там просто... Я сейчас не готов назвать сумму, которую получают в результате Россия, но это колоссальные суммы, которые помогают вооружаться и закупать через подставные фирмы и комплектующие для ракеты, и для дронов, для всего. Поэтому, если этот вопрос закрылся бы полностью, то это был бы очень серьезный удар. Следующий удар — это цены на нефть. Но, с другой стороны, я все-таки понимаю, что в этой игре есть не только Россия. Есть еще другие, которые на этом зарабатывают, и они будут максимально пытаться уйти от ответственности и создать такие условия, чтобы продолжать зарабатывать на этой войне. В оккупированной России Абхазии антироссийский бунт возле здания парламента в Сухуми протестующие грузовиком снесли забор, бросают в полицию бутылки, пытаются прорваться внутрь парламента. Мы видим эти кадры сейчас на экранах. Протестующие требуют отклонить проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, потому что в рамках этого документа российским компаниям предоставляется право реализовывать проекты на территории Абхазии и получать в собственно землю и недвижимость. Как думаете, чем закончится эта история? Как она будет развиваться? И как считаете, Кремль теряет контроль над Абхазией? Я думаю, что да, это заслуженное возмущение. Это уже не первые такие протесты. Может быть, я не готов сказать, какие были массовые, но недовольство это есть. Но с другой стороны, мы понимаем, кто у руля находится. И я бы не сказал, что Россия теряет сейчас вот в этом регионе контроль. У нее здесь, как бы, ну просто она немножко, может быть, моргнула на секундочку, но контроль не утеряла. Если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы выгонять их оттуда. Но у них ядерное оружие, поэтому это не то же самое, что Афганистан. Это цитата, это заявил глава военного комитета НАТО Рок Бауэр. Как думаете, это действительно единственный сдерживающий фактор? Мне очень не нравится это заявление, тем более у него было еще хорошее другое заявление. Мы сейчас анализируем именно эту часть. Это говорит о том, что боятся того, что Путин может использовать, и демонстрируют этот страх. Это очень плохо, потому что за этим поведением Запада смотрит и Северная Корея. А там у руля гораздо моложе и гораздо горячее, и гораздо глупее, как по мне, находится лидер, который может ради прикола, извините за выражение, нажать кнопку, чтобы посмотреть, как это все будет летать. Это очень плохо, потому что если я перевожу так для себя, Путин, мы тебя не тронем, потому что у тебя есть ядерное оружие. Мы бы могли, но не можем, потому что мы тебя боимся. Ну, это как бы вариант слабых. Должно было звучать другое. Мы с тобой сделаем все, что захотим, мы не боимся твоего ядерного оружия, потому что у нас тоже оно есть, и у нас другие виды вооружения есть, которые могут достаточно серьезно повлиять на жизнедеятельность Российской Федерации и непосредственно Путина. Нет, говорят опять о том, что да, мы боимся. Но вот Путин и услышал, что ага, это работает, значит, будем дальше. А какое выражение его было хорошее, вы заметили? Правильное. О том, что когда говорили, да, извините, не хорошее, а правильное, потому что оно тоже говорит о плохом, что разговоры о мире, о том, что будут переговоры, усадят за стол Украину, Россию, они есть, ну, скажем, негативные, потому что они рождают иллюзию, что война скоро закончится, и они плохо влияют на поддержку граждан разных стран, помощи Украине, потому что, как, опять же, я формулирую от себя, вот, как звучит логика, они же все равно сейчас помирятся, зачем им помогать, зачем мы должны своих налогов им там помогать, оружием там еще чем-то, ну, давайте дождемся, пока не договорятся, и все. Это очень плохо. И, опять же, таки, влияет где-то на украинцев, что в любом случае нас переломают, условно, да, и усадят за стол переговоров. Тоже такая мысль есть, да, поэтому вот здесь я с ним согласен, что, наверное, вот эту миротворческую риторику нужно перевести в другую плоскость, более прагматичную, и меньше говорить о том, что это о мире, а больше об угрозах того, что если не получится у сторон договориться, или если это будет принуждение одной из сторон, в первую очередь, если у Украины. Поэтому вот здесь я с ним согласен, что лучше эту риторику как-то обходить. Благодарим вас, Олег, что присоединились к нашему эфиру. Политолог Олег Лесны был на связи с Фридомом. Телеграм-канале Фридом. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.